мы планировали поснимать сколько 20 минут прошло сколько четыре часа пол восьмого полчаса мы собрались 4 часа это секта как завести квадроцикл я не помню есть это у меня нет какая разница там есть мы отсюда под съем возьмем попробуем грубо . мы что про что про как правильно держать руль да то есть руль то есть у вас скажем так посадка должна быть мотоциклета то есть вот так руки прямые то есть постараться чтобы она была прямая то есть не так вот не вот так вы даже сесть вот комфортно вы должны быть такой всегда некой пружинчатой позиции когда это но когда начать и красава память если вы сидите неправильно вам будет летать спинкой пятую точку это больно позвоночник вы это будет чувствовать со временем с возрастом вот вот соответственно когда пройдете кучку немножечко так пристаете то есть вот так помню пристали квадрик отыграл почку сели дальше поехать это как бы нормальная практика уже это отрабатывается годами машинами так далее вот руль выдержать даже если я очень крепко потому что есть существует квадрики в данном случае этот без электро сити руля как только вы едете там со скоростью там 30-40 метров в час но больше чем допустимо так для новичка потому что гру то есть важно чтобы руль не перекрестила как только руль перекрестила флаг неуправляемый автоматом нет эффект вы улетаете через это машинами на автомате по инерции вы ничего делать не можете бери сигарету удивите сигарету бери всегда первое право господа две руки на руле только так потому что если вы уверены что у вас да нет а телефона надо снять есть у нас уже наглядный случай уже даже здесь да когда мы снимали обзор снежика при себе за это тоже не было электроусилителя то есть получается то есть попадая в дерево въезжает прямо на небольшой скорости метров наверно 20 рубьет и прям вот палец то есть соответственно то есть очень сильно может придет руку можно пальца сломать то есть можно руку сломать поэтому ребят это с этим нужно очень аккуратно квадрика это не просто так это тоже это повышенный источник опасности когда вы не уже понимаете что вы можете на себе и себе и другие поэтому водитель на сумму так по поводу руля держи крепкий хват стандартно не не вцепите чтобы он должен быть мягкий но крепкий то есть это как ракет поддержали когда-нибудь там теннис и тогда это свое вроде держите крепко на вас не вылетает на другой стороны вы можете ее взлет то же самое вы держите крепко расслаблено да то есть но то же время чтобы вас было зафиксировано так что еще из такого по поводу положения ног то есть вы даже сеть ровно ноги должны внутри часть будет прижимать квадрик до в ранее там сиденье всего остального это вам позволит не соскочить или не выскочить из ряда когда вы будете прыгать большие кочки бывает такое когда едем 20 метров в час яма у вас перед улетает то есть вы вот эффект такой подпрыгивание соответственно вы уже летите если вы держите внутреннюю часть квадрика то есть вы уже автоматом по крайней мере быстро не улетите так и все равно по поводу второго места пассажира пересаживайтесь на второе место как я уже говорю что есть одноместные квадрики ямаха есть полуторки когда вот cf moto 500 есть это полноценный двухместный 800 к тому же будет второе место отдельно там лансины сегвеи там все остальное когда здесь отдельно 2 одну стелс еще . вас полноценная прям как трон двух мест а поэтому их называют туристическим потому что нехудобно включать этого есть места водителя есть место пассажира отдельное кресло с подпорочками там сидишь как бог барин группа говорят поводу движения то есть элементы же это же сам как на мотоцикле то есть если падает пара счет налево и райдер поворачивание о пассажир до совершенно верно тоже поворачиваться сторону поворота если у квадрик поворачивать направо надо если вы едете по косогору то То есть, в противоположную сторону, да, от угла поворота. Это как бы здесь все в основном, в основном, как бы это все логично, все понятно. По местным креплением то же самое. То есть, если у вас полноценное место, вы ноги на подножке, вот этой частью держите за квадроцикл, здесь держите руками. Потому что 2 секунды, и, поверьте мне, пассажир тоже бывает улетает та же, не напрягает. Вот, если райдер едет быстрее, чем это необходимо. Расскажите, перелетали ли вы когда-нибудь вперед? Или там... У нас полно роликов, да, касаемых там... Ну, потом вырезать можно. А у меня не пишет ничего. Как не пишет? Не пишет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Магвайр, урок начался. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас квадрошкола. В качестве учителя у нас сегодня Ксения, администратор канала. Новости квадроциклистов. В виде наших двоечников у нас сегодня Виктор в квадропаркотренде. Квадроблогер Магвайр. Мы на задней парте, пока не видит учителя, мы тут пытаемся что-то замутить. Итак, для чего этот сюжет, эта серия роликов? Для того, чтобы объяснить начинающим квадроциклистам или любителям, что такое квадрикс, чем его едят. Отвечаем на ваши вопросы. Есть ли смысл взять заднеприводный квадроцикл? Звучит в смысле, да? Я понимаю, что любители утилитарных квадроциклов сейчас похитят, любители заднеприводных квадроциклов. На самом деле, ребят, вопрос целей и задач. Допустим, есть легенда Yamaha Raptor. Это классический заднеприводный квадроцикл, кроссовик. Один из лучших представителей этой тематики. Но это интересует, в том случае, если вы занимаетесь мотокроссом. Если все-таки ваше желание ознакомиться с миром квадром, в данном случае мы смотрим малоакубатурные квадрики. Это где-то от 200 до 500. Мы берем, да, то есть это классические представители Ирбисы. Всех кубатур там 125, 200, там выше. Сейчас, кстати, у них сейчас новая линейка идет. Допустим, Моталенды, Ланчины те же самые 300, 400, которые даже полноприводные, кстати, 400 есть уже. В данном случае это тот квадрик, который позволит вам познакомиться, что такое квадроцикл, чем его едят. Классика жанра – это двигатель с воздушным охлаждением, коробка, цепь, четыре колеса и масса впечатлений. Понятно, что это не для глубокого бездорожья, как Дима Мотокросс их там любит загнать в болото, шнаркеля там придумывают, все остальное. Прикольно посмотреть, но все-таки это издевательство на технике. Но контент Дима Рубин. Вот, поэтому для дачи, для начинающего, идеальный вариант для тех, кто не... Да, если вы не хотите подтащить много денег на квадре, как некоторые персоны, да, сидящие здесь, вот, не хотите, если не заморачиваться с ремонтами, то есть это вот там самый простой вариант. Классический мотоциклитный движок, все по-простому, колодки, тормозы, то это вы сами разберетесь. Для начала знакомства с миром за глаза идеальный вариант. Я думаю, для знакомства с миром квадрика можно взять и попробовать. Вот она, да.